Доброе утро, коллеги! Доброе утро, крымчане! Всего на полуострове в рамках международной акции Сад памяти планируют высадить больше 200 деревьев. Акция пройдет в двух крымских городах. Это в городе Герои Керчи и в городе воинской славы Феодосии. В Керчи деревья планируют высадить в районе Морвокзала, а в Феодосии в районе пригородного села Ближнее. Подробнее о том, как эта акция пройдет в городе Герои, мы поговорим с нашей гостьей Викторией Назаренко. Пресс-секретариум Керченского штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Виктория, доброе утро! Здравствуйте! Виктория, расскажите вообще в целом об этой акции, что это за акция? Волонтеры Победы и фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой создания живого памятника Победы. Так, от Калининграда до Владивостока пройдет акция «Сад памяти». Это акция, в которой может принять участие любой желающий. Они могут высадить деревья в память о погибших родственниках в годы Великой Отечественной войны. Как эта акция пройдет в Керчи? Где планируют высадить деревья? Когда стартует эта деятельность? Акция пройдет в нашем городе 18 марта в Приморском парке на Морвокзале. Всего планируется высадить 75 деревьев и кустарников. Организацией данного мероприятия в нашем городе выступает администрация города при поддержке волонтеров Победы. Могут ли просто керчане принять участие в высадке деревьев? Как это сделать? Нужно ли самостоятельно приобретать саженцы? Или все это будет предоставлено? Как это все будет происходить? Принять участие может любой желающий. Желательно пройти регистрацию на сайте «Сад памяти 2020». Покупать никакие саженцы не надо, ничего. Все оборудование, инвентарь и саженцы будут уже на месте проведения мероприятия. Это все пройдет в один какой-то конкретный день или это будет несколько дней? На данном этапе времени это будет пройдено в один день, то есть будет высажено 75 саженцев. Однако в дальнейшем мы надеемся, что у нас получится договориться и закупить еще большее количество саженцев и повторить данную акцию еще раз. Тоже в сквере Мор-Вокзала или уже в каком-то другом месте? Нет, это будет все в одном месте, просто будем, так сказать, расширять. Я поняла. Виктория, я так понимаю, что это не единственная акция в преддверии 75-летия Победы, которую проводит ваше общественное движение. Расскажите, что еще планируется, чем еще будете заниматься? Мы ежегодно проводим такие акции, как Письмо Победы в гости к вечерану. Недавно мы ходили, поздравляли наших прекрасных женщин-ветеранов с 8 марта. Также сейчас у нас по Крыму проходит крупное мероприятие, это школа подготовки волонтеров к 75-летию Победы. Из таких еще крупных это, конечно же, субботники, благоустройство памятных мест и выезды в другие муниципалитеты для обменом опыта, для подготовки Парада Победы. А вот акция Письмо ветерану, расскажите подробнее, что это такое, как керчане могут принять участие? Письмо Победы это акция, в которой принимают участие молодежь, школьники. Мы ходим по различным учебным заведениям, они пишут письма, а мы в дальнейшем их передаем ветерану, они их читают и очень радуются, что молодежь и нынешнее поколение их не забывает. Могут ли просто керчане по велению сердца принять участие в этой акции, как это сделать? Да, конечно, они могут зайти в группу волонтеров Победы, написать письмо, мы его распечатаем и подарим ветерану. Либо человек может сам прийти, мы с ним можем договориться, и он сможет также с нами прийти к ветерану и вручить данное письмо. Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с пресс-секретарем Керченского штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Викторией Назаренко. Подробнее о работе общественной организации, о мероприятиях «Семидесяти летию Победы» мы еще будем рассказывать. Ну а сейчас я передаю слово коллегам из Симферополя. Катя, большое вам спасибо. Желаем вам и вашему гостю хорошего настроения и только добрых новостей. Напоминаем, на связи была Керчь и корреспондент телерадиокомпании «Крым» Екатерина Рябова. Продолжение следует...